Глобус развернул алые паруса над большой сценой. Работа над самым амбициозным проектом сезона мюзикла Максима Дунаевского вошла в решающую стадию. Труппа театра из репетиционных залов перебралась на большую сцену. Сейчас там доделываются декорации. Причем специально для этого проекта ее пришлось несколько трансформировать. Алые паруса будут идти под живую музыку и перед сценой разместится молодежный симфонический оркестр театра Глобус, которым руководит дирижер Алексей Людмилен. Этот коллектив сейчас тоже репетирует в большом зале. Алые паруса включают в себя почти три десятка музыкальных номеров. Исполнители, что на главные, что на второстепенные роли в Глобусе искали несколько месяцев. Мы уже рассказывали, что в театре проходили вокальные и танцевальные кастинги. В итоге постановщикам удалось собрать команду, в которой около 90 исполнителей. И среди них есть как актеры Глобуса, так и люди со стороны из других театров, участники любительских танцевальных и музыкальных коллективов и студенты. И каждому из них время работы над спектаклем приходится решать свои трудности. Ну, сложно привыкнуть сейчас уже к сцене, когда вышли репетиции на сцену. Сложно привыкнуть просто именно к актерской какой-то игре. Как бы вокал есть, а актерская база еще маленькая, нет опыта участия в таких каких-то проектах. Вообще в театре работы нет опыта, поэтому вот трудно. Русский актер умудряется даже в мюзикле сыграть, не знаю, трагедию просто мирового масштаба, а это требует дополнительных сил. И если ты сыграешь подряд, не знаю, неделю, то потом уже сил может не хватить. По словам композитора Максима Дунаевского, чтобы мюзикл был успешным, нужен узнаваемый сюжет. И «Алые паруса» это как раз такая история. Повесть Александра Грина о вере в чудо, всепобеждающей мечте была экранизирована. Она в разных интерпретациях и жанрах шла на театральных сценах. А «Ассоль» и «Грей» стали именами нарицательными. Для мюзикла Дунаевского повесть переработали два драматурга Михаил Бартинев и Андрей Усачев. В их интерпретации эта история была впервые поставлена в Российском академическом молодежном театре два года назад и с тех пор стала очень востребована в нашей стране. Сейчас мюзикл «Алые паруса» готовят сразу в нескольких городах страны. Новосибирская премьера запланирована на середину марта. И до этого постановщикам нужно успеть собрать воедино все сцены и партии балет, актеров, певцов и музыкантов. Ну я люблю очень этот момент, потому что это как вот художник приступает к завершающему такому этапу. Вот эти все мазки, вот это все вдруг то, что задумано, то, что как бы в мечтах и надеждах у режиссера вдруг начинает воплощаться. Вот сейчас момент воплощения. И еще будет момент, наверное, на самых прогонах, когда уже все соединится, техника. Это называется, когда все должно зажить, запеть.